Друзья, всем привет! Находимся на Радмире, Кремлянная Россия, сервер номер один. К сожалению, в прошлый раз мы были вынуждены убить незаслуженно нашего напарника под обманом авторитетного вора в законе Дона Гана. Кто не смотрел прошлую серию, обязательно посмотрите. И я почитал ваши комментарии, и я принял решение. Вы правы. Практически все, даже без голосования, было понятно, что хотят, чтобы он умер. Я думаю, действительно, он достоин смерти, и сегодня нам нужно это сделать. Но я не могу это сделать просто дома, потому что его охрана налетит, услышав выстрелы, и меня, скорее всего, прихватит, застрелит, и на этом и моя жизнь тоже будет закончена. Понятное дело, что у меня доступ есть к нему, он пока мне доверяет. Но узнать, что произошло, и, возможно, на стрёме всегда стоит. Сейчас же я приеду к нему, он меня позвал поговорить, и я хочу узнать, что он будет делать. Мне нужна какая-то информация для того, чтобы продумать какой-нибудь план. И сегодня, я думаю, что жизнь Дон Гана будет завершена. Представьте себе, такой человек влиятельный, главнее самого босса, сегодня будет мёртвым. По крайней мере, конечно же, я на это надеюсь. Мы сделаем всё, чтобы сегодня он умер. И, конечно же, это будет в первую очередь за нашего напарника, который просто так отдал свою жизнь. Ребятки стоят, даже не подозревают, что сегодня Дона Гана уже не будет. Вы просто его уже не увидите. Вы, ребятки, я, конечно, извиняюсь, но вы лишитесь сегодня работы. Главное сейчас не подать виду, адекватно себя вести. Да, привет, привет, братва, всё в порядке. Так, Дон на месте, я так понимаю, да, я пройду. Можно сейчас было прихлопнуть, я готов прямо сейчас его просто убрать. Но не будем торопиться. Дон, Дон, приветствую. Привет. Так, ну, что, хотели узнать? Ну что, всё решил с ментом? Конечно, как вы и просили. Я думаю, что он уже далеко уплыл от города. Мы в прошлый раз, друзья, просто его скинули в реку. И его унесло далеко течением в море, наверняка. Поэтому дело сделано, как вы и просили, отлично. Ничего отличного я не вижу на самом деле, Донган. Я смотрю, знаете, вот в последний момент хотелось бы снять с него вот эти вот очки. Посмотреть ему в глаза. Через два дня у нас будет важная встреча. Не будет, не будет, Донган. О-о-о. Хорошо, хорошо, ладно. Да, понял, понял. Пусть, пусть ты должен будешь на ней присутствовать. Конечно, я буду, я буду. Кстати, возможно, что я буду. А вы, Донган, уже нет. Вот, сегодня вы отправитесь в мир иной. Да, принято. Все, я тогда ожидаю звонка. Всегда бы так понимал бы, цены бы не было. Слушайте, но ситуации разные бывают. Донган, вот видите, он напоминает мне специально. Не напоминайте, пожалуйста. Вы мне лучше скажите, пожалуйста, Какие планы у вас сегодня на вечер? Не хотите в покер поиграть со мной? Приглашаю вас в казино. Своё личное казино. Обратите внимание. Да не, я думаю, на яхте в озеро. Пока погода хорошая. Давай в следующий раз. Да, давайте, давайте. Слушайте, а что это за озеро, интересно? Где это вы отдыхаете так на озере? Возле дома которого. А, здесь? На яхте? Вы на это озеро пригнали яхту? Да, ну это круто, на самом деле. Прямо у дома, да? И рыбку полыть, и на яхте поваляться. Я вам завидую. Ладно, пойду решать дела по казино. Значит, а вы, пожалуйста, отправляйтесь на свою яхту. Только во сколько, непонятно. Хорошо, иди по встрече, позже сообщу. Спасибо. Да, только вот не ясно, мне что нужно следить будет, что ли? Ладно, это уже будет слишком, если я сейчас начну допрашивать его, да? Во сколько? И так мы узнали информацию, где. Поэтому сейчас нам нужно, друзья, узнать. А, а у кого узнать? Так, охрана по-любому в курсе, да? И вот, давайте охранникам попробуем спросить. Он же не заподозрит, в принципе? Давайте попробуем. Опа. Опа, привет. А, напомни, пожалуйста, во сколько там на яхте, Дон? А то я забыл. Он говорил, просто я подзабыл немножко. Время там есть у кого-то, нет? В одиннадцать. В одиннадцать? Все, понял. А, точно, 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 точно. Спасибо. Спасибо большое, пацаны. Я надеюсь, смена будет не ваша, да кто-то будет другой. А если ваша, то ваши лысые головы, скорее всего, полетят. Ладно, поехали, друзья. Нам нужно сейчас заехать в магазин и приобрести оружие, которого у нас нету на вооружении. Это, конечно же, пистолет с глушителем. В первую очередь. До свидания. До свидания. До свидания. В первую очередь пистолет с глушителем. Маску. Я думаю, тоже нам пригодится. Вот оно, друзья. То самое озеро. И оно, значит, у нас где-то на яхте будет балдеть здесь. Место, на самом деле, очень хорошее, потому что мы, я думаю, сможем подойти со стороны леса. Даже, да, без автомобиля. Не надо будет далеко куда-то плыть. Тихонечко подплыть. Главное, чтобы было темно и не было освещения на этом озере. Самое главное. Но информация есть. И именно ей мы будем пользоваться. А сейчас, друзья, я поехал готовиться. к сегодняшнему самому опасному и легендарному убийству Дона Гана. Друзья, пока я ехал домой, нашел себе по пути напарника, который предложил мне свою помощь. Помощь мне нужна будет. Он организует. То есть я не буду брать с собой эту машину. Он меня подвезет к этому озеру. А конкретно в лес вечером, да. И будет на стрёме. То есть как только я совершу убийство, я возвращаюсь. И он меня довозит обратно. То есть чтобы все у нас было под контролем. Естественно, мне нужно будет сейчас ему всю эту информацию доложить. Чтобы он понял, что конкретно от него требуется. Потому что мне будет тяжело и опасно на своей машине ехать. Мало ли кто вокруг, кто по дороге будет ехать. Меня увидят, да. Даже если опять же такси вызывать, это все проблемно. А тут попался человечек, которому, конечно же, Я думаю, можно довериться будет. Надеюсь, я делаю правильно. И он все-таки мне поможет и не подведет меня ни в коем случае. Хотя что от него требуется? Только вот мне конкретно помочь, подвезти меня и все. И на стрёме постоять. Слушайте, ну я его спросил. Говорит, что готов даже в черных делах поучаствовать. Но ни в коем случае, друзья, не подумайте. Что я сейчас буду ему рассказывать, там, да. Всю информацию докладывать. Кого я там собрал с собой. Нет. Имя Дангана я ему точно не назову. Значит, смотри. Слушай меня внимательно. В 11 вечера меня надо будет подвезти к озеру через лес, Которое за мостом Южного. Там ты стоишь с выключенными фарами и ждешь меня, пока я приду. Я отлучусь минут на 10-15. Больше тебе знать ничего не стоит. Просто ждешь. Друзья, я очень надеюсь, что этот человек реально будет ждать. Я очень надеюсь, что ты меня не подведешь. Это очень важная часть. Ты должен обязательно ждать. И не дай бог ты уедешь, будут проблемы. Все, пока здесь посидим. Оружие есть у тебя на всякий случай? Потому что, мало ли, я буду бежать там, да. Все может произойти, друзья. Вы сами должны понимать. Я буду бежать. И так получится, что за мной будет это, да, бежать. Из охраны, например, Дангана и стрелять. Нужно будет тоже ему дать еще патронов. Ну что, боец, ты готов? Время настало. Оружие у тебя есть, слава богу. Поехали. Пора отправляться. Надеюсь, все пойдет по плану. Давай, поехали, поехали, поехали. А, я забыл самое главное, друзья. Конечно же, вот у нас уже ночка на дворе. И, конечно же, я прикупил очень важную вещицу. Для того, чтобы Данган... Ну, как бы он узнает, конечно же, кто его будет убивать, да? Но чтобы он хотя бы немножко испугался. Поэтому мы обязательно оденем масочку. Вот такую вот масочку, а? Как тебе? Вообще-то, честно говоря, ну-ка, одевай маску. Есть у тебя? Тебя не должны ни в коем случае тоже идентифицировать, мало ли что. Нет у него масочки. Ладно, поехали. Времени нет сейчас тебе маску, блин, искать, покупать. Давай, заводи свою рухлядь. И поехали скорее на место. Машиночка идеально подходит. Видите, она темная. Вот моя желтая, она выделяется, да, яркая. А она в лесу будет практически незаметна. Едем с южного в сторону Арзамаса. В общем, за мостом дашь мне руль. Я сам доеду. Так, давай. Ну, блин, можно было хотя бы на обочину свернуть. Еще кто-нибудь впендюрится у нас, не дай бог. Само озеро, получается, у нас находится сейчас по левую сторону. И нам нужно через лес как-то к нему попасть. Так, выключаем нахрен фары. Аваричка нам тоже не нужна. И куда-нибудь давайте на Лэп. Сейчас к вышкам попробуем туда проехать. Вынуждены, друзья, ехать через поле. Потому что дорог там нету. Там просто густой лес. И вот эти вот высоковольтные вышки стоят. Мы как раз-таки через них и проедем. И воспользуемся. Так, где-то по правую сторону должно быть озеро. Вижу. Вижу часть озерка. Отлично. Так, озеро здесь. Давай где-нибудь тогда вот здесь вот в лесу мы сейчас припаркуемся. И как раз здесь, видите, холмики еще есть. Которые очень помогут нам спрятаться. И где-то там у нас находится Донган. Ё-моё. Ё-моё. Тихо. Так, не будем выглядывать. Ждешь тут. Я к озеру. Не высовывайся. Самое главное, ни в коем случае не высовывайся. Понял? Хорошо, на пассажирском. Пока за руль. Мало ли что, сразу же втопишь. Я просто не знаю, как пойдет ситуация. Поэтому будем уже следовать, исходя из того, что будет происходить. Так, пистолетик берем. Я вижу уже отсюда яхту. Друзья, я сказал напарнику, что возможно уйдет больше времени. И чтобы он ни в коем случае не смотрел. Ему знать это нельзя. Господи, я аж испугался, блин. Маска мне сейчас будет мешать. Так, что у нас там на яхте? Угу. Охрану я вижу. Одного только охранника вижу пока что. И все. Так, а где у нас вокруг? Мешают веточки, конечно, сильно. Так, на озере у нас охраны нету. На берегу вроде тоже никого нет. Отдыхает. Донган должен быть там. Но Дона Гана конкретно я не вижу. А вот еще один лоб. Пока что двоих вижу. Не знаю, сколько человек его охраняет. Но пока вижу двоих. Так, давайте тихонечко сейчас пройдем здесь. Самое главное, чтобы нас ни в коем случае не заметили. Так, а ну-ка отсюда видно будет, нет? Давай же. Кто там еще? Двоих только вижу. Походу, два охранника только и все. А где сам Донган? Я не вижу Дона Гана. Ладно. Нам нужно убедиться, друзья, в том, что Донган находится на яхте. Иначе я сейчас могу просто поубивать этих ребят, да? Вы сами должны понимать. А в итоге Донган дома сидит. И что тогда получится? Это будет неправильно. А-а-а! Нифига себе отдыхай! А что, солнца-то нету? Ты что загораешь-то, Донган? Ну, солнца же нету! А ты... Ну, ладно, хорошо. А раз ты хочешь отдохнуть, то полежать в темноте под звездами. В принципе, да, звезды посчитать. Почему бы нет? Хорошо. Считай звездочки свои. А мы сейчас будем твои звездочки считать в виде охранников. Будем их просто щелкать. Эти твоих звездочки. Так. Двое охранников и Донган. Два охранника и Донган. Ну, что там разглядываешь? Так, хорошо. Надо будет нам сейчас с вами подплыть. Одеваем масочку. Срочно! Чтобы ни в коем случае нас мало что не узнали. Блин, опасная, конечно, маска. Так. И в воду заходим. О, блин. Это страшно, на самом деле, друзья, выглядит. Правда. Ладно. Поплыли. Тихонечко. Просто шума нету. Но сверчки только где-то там. И все. Так, тихонечко. Давайте с центра озера. Охраны больше я не вижу никакой. А вокруг. Поэтому. Еще, блин, один. Черт. Еще один охранник. Он может спалить. Так. Он смотрит, смотрит, дергается там. Опасно. Опасно это, конечно. Так. Но не видите, рядом с берегом. Это тоже хорошо. Мы сейчас вдоль поплывем. Самое главное, чтобы нас не заметили. Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас просто нырнем. И попробуем проплыть под водой. По-моему, это самый эффективный способ. Будет. Чтобы нас ни в коем случае не заметили. А воздуха у нас должно хватить. Давай, давай, давай. По дну. По дну плыви. Давай. Главное, чтобы легких хватило. Надеюсь, мы здесь не сдохнем под водой. А ну-ка. Почти все. Мы под лодкой. Мы под яхтой. Выплываем. Выплыв. Блин, застрял. О, черт. Я застрял. Ё-моё. Выплываем, выплываем. Все, вижу. Тихо. Так. Не услышали. Тихонечко. Нам нужно сейчас залезть будет. Главное, чтобы в этот момент охрана чё яхту дергает. Блин, чё? Чё, в смысле? Я ударился об яхту, да? Алё. Ё. Рил, паук на крыше. Какой паук там? Увы, блин. Я реально сейчас дотронулся. Видите? Непрофессионализм мой. Я проявил его. Я просто сейчас дотронулся до яхты. Они это почувствовали. Так. А мне нужно, значит, грамотно залезть сейчас. Блин. Какого-то паука там кого-то увидели или чё? Паук горит какой-то. Они там... А они вдвоём там? Оказывается, большая проблема сюда залезть. Всё. Залез. Тихо, 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 тихо. Блин, спиной стоит, слава богу. Так, берём. Оружие. И... Опа. Кто у нас там паучка убивает? Я не только за Дона Гана сейчас буду это делать, но и за паучка, конечно же, тоже. Тихо, 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 тихо. Не услышали? Не услышали. Глушак. Это дело хорошее. Это дело замечательное. Так, второй. Второй у нас где-то справа стоит. Нужно сначала убрать, наверное... Давайте залезем сейчас наверх, тихонечко. Уберём его. А потом уже нижнего. И останется у нас только Дон Ган. Так, друзья, залезли. Где, говорит Амир? Он, походу, его уже ищет. Но здесь, в принципе, у нас проблем не должно быть. Жалко, конечно, пацанов. Я понимаю, что они виноваты, но они бы меня убили, друзья. Поэтому, чтобы дойти до босса, нужно сначала убить его защитников. Поэтому... Жалко, конечно. Блин, чё? Чё за... Есть. Что за херня была? Почему столько патронов пришлось пустить? Хугранов, глянь, где Амир. Блин, там уже... Там уже Дон Ган проснулся. Не отвечает, потому что он... Ещё один, так, последнего осталось убить. Так и спустился, чтобы удобно было. Мы его отсюда уберём. И Дон Ган останется один. Вот он, красавица. Дон, я хочу быть вашим замом. Не суждено, брат. Просто не суждено. Да, блин. Сдыхай. Не суждено тебе быть замом. Не суждено, пойми это. Всё. Минус. Так. Остался топор, ты... Оп, тихо-тихо. Просыпается, просыпается Дон Ган. Тихо. Только не паникуй, Дончик. Пожалуйста, не паникуй. Спокойно. Он его даже ещё не видит. Он даже не услышал. Ни хрена. Потому что старый. Ну что, Дон? Он меня по голосу узнает. Кто у нас тут? Да чё все затихли-то? Да потому что их больше нет. А ты чё, старый дед? Не врубился, да? Эо. Вот тебе, вставай давай, быстро. Встал. Ты чё напилил на себя? Чё, ты узнал, да, меня сразу же? Вообще-то, неплохой прикидчик так-то. И при чём тут вообще что-то я напялил? Ничего, что я в тебя целюсь. Ну, встал. Дон, я не хотел тебя убивать. Но ты меня вынуждаешь. Уже время не вернуть. Я твоих псов убрал, поэтому... Осталось лишь просто убить тебя. Рад был знакомству. Успехов в аду, так сказать. Пока. Куда? Какую смс-ку не пиши никому? Послушай, я не хочу ничего слушать. Ты старый кусок дерьма. Как ты поступаешь вообще с людьми? Да послушай ты, не буду я тебя слушать. Ты просто выживший из ума старик. Мусорное ведро. Тебе просто пора на покой, я считаю. Ты доверился человеку, которого знаешь два дня. И что? Он коллега мой. И в чём вообще доверился? Я ничего серьёзного ему не сказал такого, чтобы его убивать. Неужели ты забыл, что тебя познакомили со мной только через три года? А я всё это время следил за тобой. Я это понял. Я это понял. Хорошо. Изучал тебя. Все три года, блин. Хорошо, я понял. А тут я за два дня на целое имя. Давай рассказывай. Хорошо. Я понимаю, что мой косяк со стороны тоже есть. Но это не значит, что нужно брать и убивать человека за это сразу же. В нашем мире это обычная практика, Макс. Это не обычная практика. Ты убил человека, который... Ну, он, конечно, нёс угрозу какую-то. Но навряд ли бы он это сделал. Навряд ли бы он сообщил всё кому-то. Мы не можем рисковать собой и своими близкими. Я это понимаю. Но он просто знал твоё имя. Да, он мог натворить делов. Я с этим согласен, с Доном. Так его убивать ещё и под обманом. Ты обманул меня в том числе, понимаешь? И даже в какой-то степени подставил. Ну, что ты хочешь, чтобы я тебя сейчас в живых оставлял? Нет, Дон, не получится. Сегодня моё имя, а завтра моё жильё и все схемы. Я... Я понимаю. В его смерти виноват именно ты. Сказав моё имя. Он опять меня обвиняет. Я понял. Я тоже виноват. Но я уже времени верну обратно. Твои ребята мертвы. И я пришёл за тобой. Вот тебе пример. Блин, там люди какие-то ходят. Это охрана, походу, его, что ли? Ё-моё. Ты просто зря меня пристрелишь. Это почему? Ты дальше будешь меня провоцировать на подобные дела. Я за тобой бегаю, как собачка. Исполняю все твои приказы. Ты, блин, постоянно меня шантажируешь. Я тебя убью, если не сделаешь это. Если не сделаешь то. Сколько уже можно? Старый хрен, скажи мне. Чёрт. Охрана. Нахрена ты позвал её сюда? Убирай охрану. Кто сюда подъехал? Ё-моё. Я сейчас всех пристрелю. Мне плевать вообще. Где? Где этот охранник? Опять плывут. Ё-моё, а? Ты посмотри. Что? Паша? Какого хера? Что здесь Паша делает? Пашка. Паша, уплывай отсюда. Не надо тебе здесь смотреть на это. Уплывай, Паш. Пожалуйста. Уплывай. Я сейчас его убью на твоих глазах. Батя. Паша. Какого хрена вообще ты здесь делаешь? Что он тут делает? Я так понял, что он с сыном хотел отдохнуть теперь. Я хотел провести вечер с сыном. Паша. Я вынужден его того, понимаешь? Он слишком много натворил. Это Дип? О, ты ещё и не узнал меня. Ладно, я в маске. Согласен, согласен. Кого того, чего ты хочешь? Паша, лучше не залезай сюда. Паша, уплывай лучше отсюда. Тебе лучше уплыть. Что ты несёшь? Я несу радость. Просто уплывай отсюда, Паш. Дип, неужели ты убьёшь отца своего лучшего друга? На что ты давишь, а? Зачем ты так говоришь? Вы вечеринку с масками устроили. Так. Паша. Залез сюда. Давай, поднимайся. Поднимайся на яхту. Его тоже нельзя будет отпустить. Руки. Подними. Чтоб без всяких шуток было. Так. Ты тоже руки поднял. Паша, иди к бате, пожалуйста. Паша, иди к бате. Да, ты тоже. К нему подойди. Господи, мне что, двоих что ли убирать теперь? Что происходит, я не понимаю. Я вынужден убрать твоего отца. Он слишком жесток. Хоть и в этом тоже была моя вина в его жестокости, но я считаю, что нам нужно его убрать. Ты хочешь убить моего отца? Паша, не слушай его, он умом двинулся. Я умом двинулся? Да, я хочу его убрать, Паша. И ты должен меня понять. Я только нашел его. Я знаю про это. Все, я все знаю. Паша, не надо мне рассказывать. Я видел, как вы отдыхали. Как вам было весело. И сейчас даже я удивлен, что Донган приглашает тебя к себе на яхту. Развлечься, блин. Отдохнуть. Как сына. Вот это да, друзья. Об этом я точно не знал. Ты хочешь забрать у меня родного человека? Я, говорит, тебе этого не прощу. Да ты издеваешься. В смысле не простишь, Паша? Ты как? Как? Неужели? Я не позволю. Ты что? Закрыл? Своим телом? Ну, Паша, я не могу тебя убрать. Я в него выстрелить не смогу сто процентов. Нет, нет. Паша точно не умрет. Я сказал ему поднять руки, чтобы просто видеть на всякий случай. Но он его защищает. Подходи. Тихо, тихо. Паша, не надо. Паша, не надо, блин. Пожалуйста. Блин. Он его защищает теперь. Но как? Если я пристрелю Донгана, то у меня будут проблемы и с Пашей. А Пашу я убить не могу. Видишь, Макс, даже он не согласен с твоим решением. Конечно, блин, приручил Пашу. Нашелся гребаный отец. Так, хорошо. Нужно принять решение важное. Стреляй, друг называется. Тьфу, еще плюется. Паша. Паша, ты не прав. Как бы... Тут вообще все неправы. Все неправы сейчас, я считаю. Я тоже в какой-то степени неправ. И после всего, что вы с ним прошли, я не могу принять другое решение. Я уже убрал твоих людей троих. А ты мне, понятное дело, этого уже не простишь, Дон. Поэтому я вынужден тебя в любом случае сейчас прикончить. И я думаю, что это будет верное решение. Ты же понимаешь, если убьешь меня, то проживешь еще часа три. С чего бы это? Я все продумал. С чего это я вообще должен доверять твоим словам? Ну-ну. Я понимаю, учитывая, что мы ему звоним, и он сразу находит человека. Такое может быть. Я согласен. Так, ладно. Так, кто нас там подглядывает? Я понять не могу, а? Ну вы не палитесь, пацаны, вообще. Вы вообще не палитесь. Это что за папарацци тут? Откуда вообще вы взялись? Ти... Я... Я, кажется, понял. Я, кажется, понял, кто это, друзья. Все. Я попал. Есть фотографии, есть доказательства. Я еще и маску снял, блин. Дип, я в преступном мире 27 лет. Ты всего три года. Ты не мог все продумать. Папа, я тебя не брошу. Боже мой, какая ситуация дурацкая. Друзья, ну неужели я должен стрелять? Вы же понимаете, что если я убью Дона, я должен убить и Пашу. Но в Пашу я стрелять просто не могу. А если я Пашу не убью, то, скорее всего, Паша убьет меня. И он мне никогда это не просит после всего того, что сделал Паша. Если надоело жить, то стреляю. А что с трупами охранников тогда? А? Ты же это не забудешь? Их съест рыба. Ну, Паша, для тебя это, да, шутки, смешно для тебя. Рыба покушает, конечно. А вот для Дона, это его люди, которым он доверял. Они с оружием находились на его яхте. Сколько они времени, интересно, служили ему, чтобы дослужиться до такого. Ну, а мирку Макса и топора уже не вернешь. Но я могу тебе дать шанс прекратить. Нет. Теперь я тебе буду давать шанс. А ну на берег, живо. Оба. Оба на берег пошли. Давайте, давайте, на бережок. Давайте, давайте. Прыгаем, прыгаем, прыгаем с яхты. На берег. Я уже не могу их отпустить в любом случае. Так. На берег плывите. Давайте за ними. Быстрее, быстрее, быстрее. Главное, чтобы они сейчас не убежали ни в коем случае. Будем, значит, принимать другое решение. Так. Так, а теперь за мной. И без шуток. Так, это кто у нас? Уходи отсюда. Уходи отсюда. Убегай нахрен. Никто тебя уже не спасет здесь. Шляпу замочил. За мной давайте. Хорошо, не доложил. Знаете, сколько охранников у него? Вот его дом находится рядом прям. И сколько там охраны? Давай, давай, давай. За мной, за мной, за мной. Пристрелюйся за мной, не побежите. Побежали, быстро. Наконец-то я могу покомандовать Доном Ганом. Да молчи, смотри-ка, смотри-ка на него. Не нравится, да? Не привык, так сказать. Давай, давай, давай. Побыстрее только, пожалуйста. Так, похищаем. Руль. Руль, руль, руль. Сюда скорее. Куда ты поехал-то, блин? Ты что делаешь? Руль давай. Ты где? Что? В смысле? Почему? Почему бросил? В смысле? Это что за подстава, блин? Это уже второй раз, когда ты хочешь меня убить. Он хотел убить тебя. Это второй... Наконец-то. Ты что, куда ты поехал-то? Нахрена ты не вовремя так поехал? Ты понимаешь, что ты чуть меня не подставил? Убиваю. Да не ори, Паша, блин. Не ори. Испугался. Нихрена себе испугался. Вылазь давай. На пассажирку. И следи за ними. Машину живо. Давайте, залезай в машину. Да чего вы там прячетесь, а, папарацци? Я вас вижу прекрасно, все. Уже известно, что вы от Дона. Это всем понятно. Так, давай быстрее садись. Поехали. Нужно валить отсюда. А куда мы поедем, друзья? Мы поедем, наверное, ко мне домой. Лично я, друзья, на себя это решение взять не смогу. Поэтому решать будете исключительно вы. Ну, куда я мог еще поехать, друзья? Конечно же, домой. Я не думаю, что кто-то к нам заявится внезапно. Так, Дон, приглашаю вас в гости. Давайте оба в дом. И в подвал. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходим в дом. Давайте скорее. Дон, пожалуйста. Не заставляйте меня сразу убивать. Молодец, молодец. Только не убей. Просто пошугай. Заходим, заходим. Неплохой домик. А ты не был, что ли, еще здесь? Да, по-моему, ни разу у меня дом. Ну вот, заодно в гостях побываешь. Вниз. Вниз пошли. Оба. Давай, 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 давай. Шустрее. Вот. Хорошо, отлично. Так, контроль его. Паша сюда. Паша, все здесь тоже. Замечательно. Замечательно. Так, к стене. Значит так, Дон. Слушай меня сейчас внимательно. И Паша тоже должен меня будет послушать. Значит, решить вопрос можно? И никто из нас не умрет? Я так понимаю. Я тебе уже сказал про это. Хорошо. Хорошо. Дай мне подумать. Один день. Завтра я приму решение. Ведь встреча все равно у нас через два дня. Как я уже сказал, друзья. Если и убивать Дона Гана, то убивать вместе с Пашей. Иначе от Паши тоже у нас будут проблемы. Но стоит ли убивать Пашу? В общем, друзья. Либо мы убиваем их двоих. Либо мы оставляем живыми. Так, спорить прекращайте. Не разговаривай с ними. Не нужно нагнетать обстановочку сейчас. Ладно? Ну, давай тресни мне или балабол. Не надо никого убить. Понял. Все. Успокойся. Не трогай их. За Батю горло перегрызу. Ну, Паш. Я знаю. Я это понимаю. Съем и высру. Понятно. Я именно поэтому и говорю, друзья. И это решение я оставляю за вами. Как вы скажете, так и будет, друзья. Голосование я проведу на своей странице ВКонтакте под этим же видео. Это голосование будет. Поэтому подумайте внимательно. Стоит ли оно того? Все решится именно этим голосованием. Я не знаю, что будет дальше после того, как я убью Дона. Или что будет дальше, если я не убью. Я без понятия. Но сейчас выбор за вами. Действуйте. Все. Оставь их дверь за при. Друзья, я напоминаю, что играли мы на первом сервере Радмира Кремляной России. Если вы еще не играете здесь, то добро пожаловать. Ссылочка есть в описании. И помимо того, что вы при входе вводите мой ник при регистрации, также не забывайте и про команду МН. Далее. Одиннадцатый пункт. И вводите большими буквами МАКС ДИП. И по достижению четвертого уровня от меня получаете денежки. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Не забывайте о голосовании. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok